Когда-то давным-давно не было ничего. Потом, я сейчас рассказывала концепцию, в рамках которой мы будем работать. Потом произошел, как считается, все-таки большой взрыв, и начали появляться небесные тела. Сначала начали появляться звезды, они длительное время существовали, одни-одинешники во Вселенной. После процесса остывания Вселенной и Вселенной в виде ее расширения, звезды начали перерождаться в черные дыры, коллапсировать, и появилась свободная материя. Из свободной материи со временем стали образовываться планеты и планетоиды. И, собственно, примерно в это время, то есть 4,5 миллиарда лет назад, появилась планета Земля. Есть несколько гипотез возникновения жизни на Земле. Вот этот кролик у нас будет обозначать условную жизнь. Самая древняя гипотеза – это гипотеза под названием креационизм. И в рамках этой гипотезы жизнь на Земле появилась под воздействием божественного вмешательства. И существуют, безусловно, разные течения креационизма с разным отношением к эволюции. Наиболее ортодоксальные считают, что все появилось так, как есть. Прогрессивные признают эволюцию, но в микрообъемах. То есть, что виды как-то действительно могут эволюционировать в связи со внешними условиями. Однако, вот это все разнообразие видов, которые мы сейчас имеем, оно появилось когда-то единомоментно. Второй вариант, вторая идея возникновения жизни на Земле – это гипотеза панспермии. И согласно этой гипотезе, жизнь на Земле образовалась путем заноса ее на нашу планету. А заносы из космоса на каком-то космическом теле, собственно, это либо кометы, либо астероид, мог быть. Однако, на самом деле, даже если мы примем эту концепцию, она не дает нам ответа на вопрос, как же все-таки появилась жизнь на планете Земля. Она просто переносит этот вопрос с нашей планеты на другую. И поэтому в рамках этого курса, вообще в рамках современных научных мировоззрений, считается более правильным придерживаться концепции так называемого первичного бульона. Она же называется гипотезой биохимической эволюции или гипотезой агиогенеза. По факту, эта гипотеза является переосмыслением гипотезы самозарождения жизни, о которой вы, наверное, слышали. Ну, это то, что мухи родятся из мяса, условно. Это гипотеза, которая была достаточно популярна в XVIII-XVIII веке. Современная же гипотеза была сформирована академиком Апарином примерно в первой половине 20-х годов XX века. И он предполагал возможность образования отделенных от внешней среды высокомолекулярных кластеров. И, собственно, как раз эти кластеры впоследствии и стали живыми организмами. Надо сказать, что 4,5 миллиона лет назад состояние и вообще атмосфера, скажем так, Земли была не очень благоприятна для образования жизни. Была очень высокая температура, практически не было воды, представленной в жидком состоянии. Была очень сильно закисленная атмосфера. Ввиду этого жизнь долгое время не могла появиться. Однако в ходе химических процессов начали образовываться парниковые газы, а также начал образовываться озоновый слой, который потихонечку начал экранировать тепло Солнца от нашей планеты. Вместе с остыванием воды постепенно произошло осаждение, вместе с остыванием Земли, простите, постепенно произошло осаждение воды в виде жидкости. И, собственно, после того, как этот процесс произошел, активно начался синтез биологических соединений. Но происходило это методом проб и ошибок, так как на Землю все еще достаточно сильно действовал ультрафиолет. Был повышенный радиационный фон, высокие температуры, постоянные молнии. То вот в этом первичном бульоне, то есть в воде с растворенными в ней просто минеральными веществами, начали образовываться молекулы. Это молекулы как неорганические, так и органические. И путем просто случайной комбинаторики в итоге получилась какая-то первая живая молекула. Сначала считалось, что первой живой молекулой была молекула белка. И в таком случае, собственно, у нас образовались биополимеры сначала, то есть длинные достаточно цепочки, образованные из подобных соединений, ну то есть как, собственно, сейчас и выглядят белки. После этого, вероятно, происходило установление связей, потом возникали мембраны, и почему-то только после этого всего, по мнению опарина в середине 20 века, только после этого живые молекулы перешли к самовоспроизведению, что достаточно странно, потому что молекула, даже самая стабильная, не может существовать бесконечно долго. И если мы считаем, что она является уже частью живого, то все живое стремится к саморазмножению, к размножению и закреплению себя в эволюции. Поэтому на данный момент считается, что гипотеза абиогенеза все-таки условно верная, однако она претерпела значительные изменения, была расширена и дополнена. В частности, большинство ученых на данный момент считают, что возникновение самовоспроизведения предшествовало формированию мембран и полного объема веществами. Соответственно, на данный момент главенствует гипотеза РНК мира, что сначала из всего вот этого безобразия, которое там плавало в виде постразрозненных атомов и простых молекул, образовались собственно молекулы РНК. На данный момент гипотеза РНК мира имеет достаточно большое количество подкрепленных фактов, которые подкрепляют. и считается, что все началось с самовоспроизводящихся колоний РНК. Потом эти колонии РНК образовали вокруг себя какие-то мембраны, которые способствовали их усложнению, так как на них переставала так агрессивно действовать внешняя среда, что и в дальнейшем вот эти вот молекулы РНК в оболочке из мембран дали начало уже примитивным клеточным организмам. И примерно 3,5 миллиарда лет назад появились прокреатические, то есть безъядерные организмы. Соответственно, целый миллиард лет наша планета развлекалась с попытками собрать большую, длинную, сложную молекулу. Прокреатические организмы разделились на две большие ветки, которые существуют и сейчас. Это бактерии и археи. Несмотря на многочисленные морфологические сходства, генетические и биохимические археи гораздо ближе находятся к эукреотам, нежели бактерии. И это привело к появлению теории симбиогенеза, то есть происхождению эукреотической клетки от слияния архей и бактерий. И в этом симбиотическом организме археи нам дали клеточную стенку, цитоплазму и ядро, а бактерии же стали митохондриями. Собственно, давайте пару слов скажем про бактерии и археи. Я вижу в чате вопрос, когда будут очные занятия. Скорее всего, они будут либо в то же время, в которое у нас сейчас эти заочные, но в случае, если большая часть групп не сможет, мы уже будем как-то подстраиваться и, возможно, действительно, переносить их на выходные. Бактерии являются прокариотическими организмами, то есть у них еще не образовалось ядро. Ну и у современных бактерий оно, наверное, уже и не появится. Вообще предками современных бактерий были одноклеточные микроорганизмы, которые стали первой формой жизни на Земле, появились чуть меньше, чем 4 миллиарда лет назад. И интересно отметить, что примерно 3 миллиарда лет из 4,5, что существует на нашей планете, жизнь на Земле была микроскопической и практически всегда одноклеточной. Для бактерий известны ископаемые останки. Они называются строматолитами или бактериальными матами. Достаточно часто можно в местах выхода древних пород увидеть такую слоистую структуру. Она, собственно, и представлена... Она, собственно, и является цианобактериальными матами. Для бактерий характерны достаточно маленькие размеры тела от половины до 5 микрометров. И у бактерий есть одно неоспоримое преимущество. У них в клеточной стенке содержится блок муриин, который... Муриин, короче. Который достаточно хорошо ее армирует и дает возможность выживать в критических условиях. По всему бактерии встречаются на данный момент повсеместно. Многие бактерии являются паразитическими представителями, если так можно выразиться. Но также многие являются паротрофами. И вообще бактерии достаточно приятные соседи, потому что они делают много всего полезного. Собственно, вот так вот выглядят всякие бактериальные колонии. И если мы посмотрим на уже более подробные устройства бактерий, мы сможем увидеть, что у них вообще в целом просто устроенная клетка по сравнению с другими живыми организмами. И бактериальные клетки часто окружены капсулой, которая служит собственной им защитой от внешней среды. У многих свободно живущих бактерий достаточно часто встречаются жгутики. Сейчас, простите, я отвлеклась на чат. Главный жгутик. Жгутики могут быть разнообразны. Их много, они могут быть разными по длине. И эти жгутики, собственно, помогают бактериям в передвижении. Собственно, вот здесь вот. Вот тут у нас показана съемка бактерии через электронный микроскоп, где, собственно, мы можем увидеть вот эти вот жгутики. Также на поверхности бактерий часто располагаются пили. Это такие короткие выросты. Считается, что эти пили изначально были симбионтами бактерий. Собственно, про теорию симбиогенеза мы немножко с вами, наверное, поговорим попозже. Но, как считают сейчас ученые, достаточно часто животные и эукариотические, прокариотические организмы перемешивались друг с другом, дабы достигнуть каких-то эволюционных преимуществ. Помимо всего прочего, у бактерий отсутствуют мембранные органеллы. У них могут быть какие-то включения, могут быть рибосомы. Геном бактерий состоит из суперскрученных кольцевых хромосом, которые связаны гистон-подобными белками. Поэтому есть некоторые предположения, что, возможно, бактерии повлияли как-то на структуру ДНК, которые мы сейчас имеем, я имею в виду на компактизацию ДНК. Окей. Дальше. Археи. Археи – это второй напарник бактерий в эволюционном смысле. Они очень длительное время существовали друг с другом. Они очень похожи по размеру и форме клеток, хотя некоторые археи могут иметь достаточно необычную форму. В том числе, например, есть квадратные археи, есть плоские археи, дисковидные, есть палочковидные и так далее. Археи тоже являются прокариотическими организмами, но они достаточно сильно любят всякие сомнительные условия, типа повышенную температуру, пониженную температуру, очень высокое давление. поэтому они встречаются в очень странных местах обитания. Большая часть археи живет на дне океана. В отличие от бактерий, которые в основном все-таки обитают на земно-воздушных следах обитания. Поговорим немножечко вот собственно про теорию симбиогенеза. Для начала надо немножечко поговорить про митохондрии и пластины. Примерно 4,5 миллиарда лет назад тектоническая активность на Земле снизилась, ослабились проявления вулканов и уменьшилось по ступени соединений на основе серы на поверхность Земли и начал появляться и преобладать оксигенный фотосинтез. В связи с этим очень активно начали развиваться фотосинтетические системы. Считается, что фотосинтезом собственно тоже изначально занялись бактерии, которые потом были проглочены какой-то эукариотической клеткой и по какой причине эти бактерии автотрофные не переварились внутри собственно этой клетки. А далее потомство в виде зеленых растений. Ну не только зеленых, на самом деле фотосинтетических животных и растений. Собственно есть помимо того, что считается, что пластиды являются потомками симбиогенеза, также считается, что жгутик, который есть у большинства эукариотических организмов, он также является потомком симбиогенеза собственно какой-то клетки эукариотической с спирохетой, это бактерия такая антивидная и на данный момент у нас достаточно большое разнообразие. Я не понимаю последний вопрос, поэтому хорошо, его удалили, прекрасно. Собственно, изначально произошел первичный симбиогенез и первичный эндосимбиоз. гетеротрофный организм проглотил цианобактерию, которая умела в автотрофность и ничего с ней не сделал. Дальше он эволюционировал и разветлился на две группы, это зеленые водоросли и красные водоросли. При этом с красными водорослями и зелеными водорослями произошел вторичный эндосимбиоз, поэтому сейчас мы имеем во-первых, у всех пластид как минимум две оболочки, а во-вторых, например, у динафлагелят и споровиков по три оболочки, а то может быть и четыре оболочки пластиды, потому что собственно была оболочка бактерии, бактерию съела эукариотическая клетка, получилось, что там в коль и оболочка бактерии, потом эту клетку съел кто-то, получилось, что оболочка первичного симбионта бактерии и в уколе между ними, ну и так далее на самом деле. Также, помимо образования большого количества вот этих наслоений мембран, иногда между мембранами можно встретить остатки остатки ядерных ДНК, скажем так, которые собственно задерживаются в слоях между мембранами, так как они не успевают полностью редуцироваться в ходе эволюционного процесса. Ну, давайте обсудим теперь краткую характеристику всех эукариотических организмов, до которых мы сейчас собственно дошли. Во-первых, у них достаточно сложный аппарат реализации генетической информации, так как если мы будем сравнивать репликацию ДНК бактериальной и эукариотической, она будет достаточно сильно отличаться. У эукариотических организмов присутствует мембранная органела, что на самом деле является достаточно большим прорывом и позволяет очень эффективно взаимодействовать со всем, что попадает внутрь. Например, у нас есть лизосомы, которые могут сливаться, можно образовывать вукуоли, задерживать неблагоприятные всякие факторы и так далее. У них есть связанные с производством энергии полуавтономные органы, имеют в виду хлоропласт и митохондрий. И у хлоропластов и у митохондрий есть остаток ДНК их первоначальных владельцев, поэтому они могут регулировать свою работу самостоятельно. Также у эукариотических организмов достаточно жесткая компартаментализация содержимого внутри клетки и перемешивания обычно внутри клетки органела не происходит. Они подвешены с помощью цитоскелета зачастую. У многих эукариотических организмов, чуть ли не у всех, есть активная способность к фагоцитозу, то есть к поглощению твердых частичек пищи или не пищи с образованием оболочки внутри них и накоплением этих собственно частиц внутри своей цитоплазмы. также у эукариотических представителей есть визикулярный транспорт, то есть они могут сожрав что-нибудь разделить на большое количество маленьких визик, а дальше транспортировать их туда, куда надо. И у эукариот присутствует метоз, которого не было у прокариот, и эти метозы разные, сложные, и мы немножечко про них дальше поговорим. Едем дальше, собственно, давайте начнем уже говорить про какие-то частные моменты строения эукариотических животных, и во-первых, я бы хотела поговорить о цитоскелете. Цитоскелет выполняет очень важные функции, в частности, он выполняет моторную функцию, также транспортную функцию, помимо всего прочего, цитоскелет выполняет функцию опорную, цитоскелет активно участвует в процессах деления и размножения эукариотических клеток и животных в целом. Цитоскелет включает в себя активно-миазиновые комплексы, и, как вы знаете, активно-миазиновые комплексы способны к движению друг относительно друга, и, соответственно, это помогает животным фагоцитировать. Также в состав цитоскелета будут входить микротрубочки, значит, микротрубочки состоят из табулина, также там есть специальные вещества, которые называются демин и кинезин, они отвечают за внутренний транспорт внутренних клеток, а также за строение жгутиков, собственно, жгутики и реснички. Жгутики и реснички, как мы уже с вами говорили, возможно, являются эндосимбионтами, представленными нитевидными бактериями, и жгутик и эукариот на данный момент представляют из себя тонкий вырост на поверхности клетки, который покрыт клеточной мембраной и содержит аксонему. Ксонему – это сложный структурный элемент, который представляет из себя какой-то набор микротрубочек. Жгутиком всегда снабжены, практически всегда снабжены лингометы, зооспоры и клетки у многих протистов. Собственно, жгутик помогает осуществлять движения и в некоторых случаях участвует в процессах питания. Жгутик сам по себе движется ввинчивающимися движениями таким образом, что многие животные, у которых есть жгутик, двигаются жгутиком вперед. Наверное, вы также слышали про такое понятие как реснички. Морфологические реснички и жгутики ничем друг от друга не отличаются. Однако, если жгутик у нас движется ввинчивающимися движениями, то ресничка она бьет и делает как бы вот так. По структуре и жгутик, и ресничка абсолютно одинаковые и состоят из девяти дуплетов, то есть из девяти пар микротрубочек, которые соединены между собой динаиновыми ручками. Эти динаиновые ручки так держат микротрубочки, что в случае сокращения они могут поменять расстояние между ними. И, собственно, с помощью вот этих перестановок происходит движение из бутиков и ресничек между внутри дуплетов пар из микротрубочек находятся центральной ось, которая также состоит из одной пары микротрубочек. Таким образом, формула жгутика будет записываться следующим образом. Это будет 9 умножить умножить на 2 плюс 2. В то время как базальное тело жгутика, то есть та часть, которая укореняет его в клетке, она будет иметь формулу 9 на 3. У меня почему-то хочет закрыться презентация. Я не понимаю, что произошло. Сейчас я все починю. Вот. Значит, у базального тела, которое еще называется оксанема, сейчас я подпишу. собственно, строение оксанемы будет записываться формулой 9 на 3 плюс 0, потому что в центре у оксанемы ничего не находится. Формулу не видно. А у вас сильно обрезается слайд, получается? А, я поняла. Там я. Окей. Хорошо, давайте поговорим теперь немножечко про питание. Собственно, как происходит фотосинтез, фотосинтез, как происходит фагоцитоз. Фагоцитоз происходит путем образования такого кармашка вокруг пищевой частички. И, собственно, вот эти складочки с этоплазматической мембраной, они удлиняются. То есть, если мы будем рисовать последовательно, то это будет выглядеть вот так. У нас есть изначальная какая-то. Ну, давайте сначала порисуем. У нас есть просто плоская мембрана, к которой подходит пищевая частичка. Мембрана начинает образовывать такие усики, как бы, или рожки, постепенно обволакивая пищевую частичку. Потом эти выросты, они смыкаются. Получается какая-то вот такая штука. и дальше вот этот кармашек отпочковывается от мембраны клетки и получается визикула с находящейся внутри нее пищевой частичкой. Пиноцитоз происходит точно так же, только если при фагоцитозе, у нас вот эти рожки, они как бы образуются над цитоплазматической частью клетки, то в случае пиноцитоза, то есть поглощения жидких объектов, образовывается впячивание, а не вырост. Также может происходить какой-то выборочный транспорт, в таком случае у нас должны быть рецепторы на поверхности клеточки. Пища, значит, я увидела вопрос, как пища попадает внутрь клетки. она транспортируется с помощью как раз цитоплазматического цитоскелета. Собственно, вот здесь вот внутри клетчика у нас есть цитоскелетные элементы. Это сеть такая из микротрубочек. И эта сеть из микротрубочек может с помощью специализированных белочков захватить вот здесь вот эту угольку и тащить ее в нужную сторону. Значит, про выборочный транспорт. У нас для выборочного транспорта должны быть рецепторы, на которые, собственно, садится вегант или то вещество, на которое этот рецептор направлен. И дальше рецепторы замыкают, отделяются от цитоплазматической мембраны, образуют тоже такую вукуольку и таким образом доставляют необходимые вещества внутрь, внутрь клетки. Пару слов про метозы. Я углубляться не буду. Вам об этом лучше расскажет представитель кафедры цитологии, потому что это достаточно сложный процесс, но так или иначе вариантов метоза может быть много. Во-первых, метоз может происходить с разрушением. Сейчас речь идет, отвечая опять на вопросы с чата, сейчас речь идет обо всех эукариотических организмах. Собственно, у нас тоже есть клетки кишечного эпителия, которые занимаются пиной и фагоцитозом. А при чем здесь поглощение энергии? Я вроде по энергию ничего не говорила, я говорила только про пищу. Это опять же все еще вопросы с чата. поэтому Анастасия, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду, мне очень интересно. Окей, значит, про метоз. Есть метоз, большинство метозов вообще связано с тем, что ядерная оболочка клетки, она не разрушается, а просто там расходятся молекулы ДНК, так или иначе, они могут, значит, цомты, то есть центры образования вероциона деления могут находиться как внутри клетки, внутри ядра, так и снаружи ядра. Так, Анастасия, а я разве говорила про энергию, я говорила про пищу. Вот, если я случайно сказала слово энергия, то это была очепятка. Итак, значит, цомты могут располагаться как внутри ядерных оболочек, вот, собственно, здесь вот эти оранжевые пучки, зеленые пучочки, это цомты, так и снаружи, вот как здесь. Ага, вопрос, что такое метоз. Метоз, это процесс деления клетки с редукцией количества хромосом. Соответственно, метоз происходит в случае образования, ну, например, у эукариотических организмов, чаще всего метоз присутствует в моменте образования гамет. Однако, это не всегда так. Метоз часто также связан с половым процессом, и, собственно, это процесс деления ядра клетки, когда у нас происходит, ну, то есть из двух N хромосом остается один N хромосом. Окей. И, собственно, этих типов метоза большое разнообразие. Если нужно рассказать подробнее про метоз, вы можете об этом написать, и в начале следующего занятия я про это расскажу, просто меня сейчас поиллюстрировать будет сложно. Редукция это уменьшение. Я боюсь, что то, что у вас плохо видно картинки, связано с нестабильным соединением интернета. Нет, редукция это уменьшение на два. Давайте, наверное, сейчас мы остановимся с метозом. Я поняла, что метоз это важная тема, и мы начнем следующее занятие с нее, и я подробно расскажу про метоз. Хорошо? Хорошо, а сейчас просто поговорим в общем, что метозы разные, сложные, и на основании для разных групп организмов характерны разные метозы. На этом остановимся подробно на следующей неделе. Помимо того, что метоз может быть разный, половой процесс тоже может быть разный. Интересно отметить, что половой процесс не всегда связан с размножением напрямую, как, например, это у инфузорий. То есть, вы, наверное, знаете, что у инфузории есть такой процесс, как конъюгация, когда они передают друг друг к другу свои ядра и перемешивают их. И при этом количество животных не увеличивается, а генетический материал каждого животного изменяется. Собственно, это и называется половым процессом. Окей. Типы полового процесса могут быть также разные. Первый самый базовый тип это изогамия, изогамия это собственно половой процесс, гометы или половые продукты имеют одинаковую форму строения. Есть анизогамия. в этом случае яйцеклетка сильно больше, однако там есть, у нее все еще остаются подвижные жгутики. И оогамия, наверное, самый распространенный среди хордовых животных. вообще по-моему все хордовые размножаются через оогамию, когда есть крупная неподвижная яйцеклетка и маленький подвижный сперматозоид. Так, давайте предлагаю на этом сделать перерыв, он будет здесь достаточно органично вливаться. Я могу сейчас поотвечать на ваши вопросы, если они есть. Вроде на те, которые я видела в чате, я ответила. А, я вот что хотела сказать. Надо потихонечку нам с вами будет запоминать некоторые латинские слова. Это не значит, что я вас заставлю учить латын ни в коем случае. Просто такие приставки, как изо, например, означают одинаковый. Ну, приставка изо означает одинаковый. А приставка А или Ан отрицание, соответственно, не одинаковый. Изогамия это тип полового процесса, когда яйцеклетка и сперматозоид одинаковые по размеру и оба обладают подвижностью. Ан изогамия это когда яйцеклетка большая и подвижная и сперматозоид маленький и подвижный. Значит, с изогамией многие протисты. Но мы сейчас будем с вами проходить уже отдельные группы потихонечку и там я буду рассказывать у них изогамия, анезогамия и так далее. Вот, вижу вопрос. Гетерогамия и анезогамия это одно и то же? Да, это примерно одно и то же. Ну, в смысле, примерно это синонимичные термины, только происходят они от разных языков. Окей, значит, дальше надо немножечко поговорить о терминах, которые будут часто встречаться в нашем курсе. Я хочу их сразу ввести во-первых, большинство абсолютных обеспов так или иначе связано с водой и в воде есть несколько биологических ниш, которые беспозвоночные могут занимать. Во-первых, это ниши планктона. Планктон это собственно животные, обитающие в толще воды, которые не способны сопротивляться течению. Планктон бывает фито, бывают зоо. Планктонных организмов очень много. Самыми типичными представителями планктонных организмов являются во-первых, всякие водоросли одноклеточные в случае зоопланктона, фито-планктона в случае зоопланктона. Это всякие рачки типа дафни, типа кладоцер, копипот и так далее. Дальше идет нектон. Нектон это животные, которые также обитают в толще воды, однако способны сопротивляться ее течению. Так, я отвлекусь на вопрос из чата. Влияет ли размер клетки на генотип или нет? Нет, не влияет. Есть маленькие клетки с большим генофондом, в смысле генетическим материалом, есть большие клетки с маленьким, если вы это имели ввиду. Так, нектон. Типичным представителем нектона являются рыбы, но всякие крупные беспозвоночные типы, например, осьминогов тоже являются представителями нектона, потому что они эффективно способны сопротивляться течению воды. Дальше у нас есть плейстон. плейстон это организмы, ассоциированные с поверхностной пленкой. И с поверхностной пленкой у нас могут быть ассоциированы, например, животные, которые живут на поверхностной пленке, и это, например, водомерки. Под поверхностной пленкой это разные дафнии, и в поверхностной пленке это различные жуки типа плавунцов, например. Дальше есть еще такая экологическая группировка, как перифитон. Это животные, обитающие на водорослях, например. Ассоциированные с водной растительностью. И последнее, но, наверное, одно из самых крупных экологических группировок, это экологическая группировка, так называемая бентесная. Бентесные животные ассоциированы с донными отложениями и могут обитать как на бентесе, так и на донных отложениях, так и между частичками грунта этих отложений. Давайте теперь немножечко поговорим об систематике и ее эволюции. Для того, чтобы об этом говорить, нам надо ввести термины. Во-первых, систематика – это наука, которая занимается описанием и классификацией по таксонам живущих ныне и вымерших организмов. Таксон – это группа, связанных в то или иной степенью родства организмов любого ранга, которая достаточно обособлена. И также есть филогенетические деревья или просто древо или дерево. Это схема, которая обозначает родственные связи между таксонами, ветви которой показывают степень их родства. Да, у меня сиамский код. Самые базовые эволюционные представления основывались на том, что все живые организмы делятся на пять крупных групп. Это, во-первых, животные, во-вторых, растения, грибы, бактерии и вирусы. Эти систематические взгляды существовали очень долго, где-то, наверное, с конца XVI века по середину XX века. Но потом пришла молекулярная систематика и все сломало. Можно я обращусь к нашим системным администраторам? Видимо, есть какая-то проблема, что люди на YouTube меня не видят, потому что там всякие активные переписки происходят на эту тему. Посмотрите, пожалуйста. На данный момент систематика выглядит совершенно по-другому. Я сразу предупреждаю, сейчас вы будете, наверное, несколько шокированы тем, что вы увидите. Но не бойтесь, мы все это постепенно разберем, и эта схема перестанет вас пугать. На данный момент считается... Меня попросили переключить прошлый слайд. Записывать. Значит... Действительно, значит, когда существовала эта систематика, вирусы считались живыми. По поводу современной систематики, она основана, во-первых, на морфологии, то есть настроении клеток, а во-вторых, на молекулярной систематике, и молекулярная систематика достаточно сильно все поменяла, даже несмотря на то, что классические морфологи отлично делали свою работу и пытались растащить это все по правильным кластерам. На данный момент систематика эукариотических организмов, система эукариотических организмов выглядит вот так. Это современное дерево, которое мы будем использовать далее. Оно включает в себя целый ряд группировок высшего ранга, которые в соответствии с принципами систематики можно условно назвать надцарствами. Каждое из них, в свою очередь, каждое надцарство, в свою очередь, включает в себя некоторое количество царств. И многие из рассматриваемых групп появились благодаря методу молекулярной биологии, собственно. Значит, чтобы начать разбираться... Чтобы начать разбираться с этим деревом, для начала мы должны понять, откуда же мы начинаем. А начинаем мы вот отсюда. Здесь находится последний общий предок для всех эукариот. Соответственно, этот предок длительное время как-то существовал, а потом начал эволюционировать. И в процессе своей эволюции сразу разделился на две основные группы, на которые и сейчас делятся все эукариотические организмы. Это двужгутиковые, вот они, и одножгутиковые, вот они. Если что, с котом все нормально, он просто кричит. Вот, большинство протистов, которых мы будем рассматривать в рамках этого курса, они относятся к двужгутиковым. Однако мы с вами будем относиться к одножгутиковым животным. В частности, конкретно мы находимся вот тут. Нарисую тут человечек. Итак, значит, сама по себе группировка двужгутиковые тоже, естественно... Сейчас, извините, я что-то расфокусировалась, внимание. Группа двужгутиковых тоже делится на несколько групп. Во-первых, это группировка САР. Вот она. В группировку САР входят строминопилес, альвеолято и резария. Сами по себе строминопилес и альвеолято входят в группу хромисты. Образуют, вернее, группу хромисты. Резария стоят немного отдельно от этой группы. И в резариях самыми, наверное, яркими представителями являются кинчформиниферы или радиолярии. Строминопилес представлены, например, ахрофитовыми водорослями и аполинами. В случае альвеолято это различные инфузории, различные справедчики и так далее. Если вы вдруг не понимаете, о чем вообще происходит речь, не переживайте. Мы рассмотрим каждую группу отдельно, и вы с ними познакомитесь. Дальше у нас есть группа архипластида или древние археопластиды. Это самые распространенные, наверное, под синтетические представители всех эукариот. Собственно, здесь у нас высшие растения, зеленые водоросли, красные водоросли. Здесь нарисуем цветочек. Очень кривенький такой цветочек будет. Ну, какой есть. Мы его таким тоже будем любить. И последняя группа в рамках двужгутиковых, это группа экскавата, которая, ее постоянно пытаются то соединить, то развалить обратно. Она делится на две большие группы. Это дискоба и метамонада. И, собственно, и та, и другая группы, богатые своими паразитическими представителями, для них характерны вообще разные интересные метаморфозы с жгутиковой системой, образование каких-то новых органелл. Ну, о них мы поговорим, наверное, на следующем занятии. Сегодняшнее занятие мы с вами начнем с группировки Амебазуа, не потому что она является самой базовой, а потому что она вам, наверное, ближе всего известна, понятна. И для того, чтобы вас сразу не запутать, мы об этом поговорим. Значит, меня спрашивают, что такое парафилитическая группа. Парафилитическая группа – это группа, в которую включены не все потомки одного общего предка. Ну, то есть у нас есть там какой-то условно праотец или прародитель. У него есть четыре предка, четыре потомка. У этих четырех потомков есть еще по два потомка. Итого у нас есть восемь потомков. И вот если мы объединяем в группу, например, четырех потомков, ой, пять потомков и еще три потомка, то эти группы будут парафилитические, потому что не все потомки одного общего предка туда вошли. А тут раз мы нарушили это, и два мы это нарушили. Понятно? Я надеюсь, что понятно. Если непонятно, переспросите еще раз. Окей, давайте начнем с надцарства Амеба-Зоа. Я повторюсь не потому, что оно самое простое, а потому что оно самое вам знакомое. Я так думаю. Значит, Амеба-Зоа располагаются вот здесь. В них включены, собственно, лобозные Амебы, архиамебы и настоящие слезевики. Давайте, да, простите, пожалуйста. Сейчас я быстренько перерисую. Значит, есть один общий прародитель. У него четыре предка, ой, четыре потомка. У каждого из этих потомков еще по два потомка. Итого у нас восемь потомков одного общего предка. И, значит, если мы разделим эту группу вот так, что сначала у нас будет одна группа из пяти и вторая группа из трех, то эти группы, обе, будут парафилитическими, потому что вот эту пару, вот эту, мы разобьем на две группы. Соответственно, оба потомка этого общего предка не могут уйти в одну группу. Вот. Окей. Давайте поговорим про амеб. Я надеюсь, что теперь все понятно. Итак, в надцарстве амебазоа, как мне удивительно, преобладают амебоидные формы. То есть клетки способны к формированию псевдоподий или лыжноножек. Это такие временные выросты клетки, которые способны к перемещению. Ну, то есть они могут всасываться и достраиваться заново. Для амебазои и для амебоидной формы тела характерна непостоянная форма тела, что неудивительно, если у них способны эти конечности к появлению и исчезновению. Исходно для эукариот, это на самом деле монадная форма жизни. То есть форма жизни, когда форма клетки, она постоянна, и у нее есть жгутик с цитоскелетным аппаратом. Однако, собственно, амеб, жгутики иногда сохраняются на еду с лыжноножками, но часто они редуцируются или могут формироваться временно и затем разбираться. В некоторых случаях полной редукции жгутиков у клеток амеб все равно остаются, в смысле не в некоторых случаях, в случае полной редукции жгутиков в клетках амеб остаются корешковые аппараты, потому что они дальше будут участвовать в образовании центра веретеноделения. Для амеб характерно, если жгутик есть, то он один, и также наличие трубчатых крист в митохондриях. Амебы движутся, вы не поверите, амебоидным движением, и это достаточно интересный способ движения. Он возможен благодаря перетеканию цитоплазмы и изменению ее вязкости. Занятие плану у нас до 18.30, но я думаю, что мы как логично закончим амеб, на этом остановимся. Возможно, это будет чуть раньше или чуть позже. Главным образом амебоидное движение изучается на модельных объектах типа амебопротеус. Современные представления об амебоидном движении являются тем, что происходит постоянная перестройка цитоскелета, таким образом, что цитоскелет продавливает мембрану, таким образом, чтобы амеба могла течь вслед за своей ложноножкой. Сейчас я запущу вам видео, возможно, станет понятнее. Чуть-чуть. Или не запущу. Сейчас запущу. Вот. Собственно, здесь будет, здесь видно, как у нас перетекает цитоплазма. И что интересно, цитоплазма у амеб может переходить из жидкой стадии в гелеобразную. Это, собственно, нужно для того, чтобы более эффективно двигаться. Потому что в состоянии геля двигаться достаточно тяжело, а в состоянии жидкости достаточно тяжело как-то взаимодействовать с плотными объектами. Поэтому считается, что происходит постоянный переход цитоплазмы из одного состояния в другое. достигается путем сборки и разборки жеактиновых нитей. Ну, то есть, просто белочки собираются, разбираются, собираются, разбираются. И таким образом цитоплазма становится то гуще, то жиже. Первый тип внутри царства амебы это тип тубулинея. Это туда входят классические беспанцирные амебы, как амеба протеус или амеба обыкновенная. У амебы есть несколько внутренних органов. Во-первых, у нее есть ядро. Сейчас я буду это подписывать. Здесь вообще есть подписи на английском, но у нас курс на русском. Ядро. Есть пищеварительные эвакуоли. Вот. 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 да, во время движения она изменяет свою форму. Есть сократительная эвакуоль. Она работает как простая почка. эвакуоли с водой. Вот они, но их я уже не буду подписывать. Есть цитоплазма, которая делится на эктоплазму. Она прозрачная, не содержит в себе никаких включений. И эндоплазму, которая содержит в себе включение, вот она. Вот раз эндоплазму, два эндоплазма. И эндоплазма делится на плазмогель, который более твердый, плотный. Собственно, там у нас есть вот эти вот же актиновые нити. И плазмосоль, она более жидкая, эта часть. И вот как раз то, что мы видели, что там перетекают какие-то крупные визикулки, это перетекала плазмосоль. Также в типе тубулинея встречаются раковины и амебы, например, дифлюги. К царству амебозоя также будут относиться животные, которые вообще-то не очень похожи на амеб. например, вот такие вот эвазии, которые похожи на стандартную монадную форму жизни. И у них могут, собственно, у них, во-первых, есть жгутик, а во-вторых, их псевдоподии представляют из себя не такие широкие выросты, а тоненькие нитеобразные ножки. И это без митохондриальные амебы, у которых, собственно, есть возможность фотосинтеза. с с с